Начались занятия в духовных школах Саратовской митрополии, в семинарии и Межреприхиальном женском духовном училище. По слову ректора митрополита Саратовского Ивольского Лунгина, за время обучения вновь поступившие должны сами научиться тому, чем призваны учить людей, христианской духовной жизни, любви к Богу, церкви и людям. «Все доброе в нашей жизни делается содействием благодати Божией, а она не посылается без наших усилий и трудов», подчеркивает архиерей. К каким трудам готовят себя первокурсницы Саратовского Межреприхиального женского духовного училища? С будущими регентами и сестрами Милосердия познакомились наши коллеги. Общежитие Саратовского женского духовного училища. Первокурсницы обживаются на новом месте. Ариадна приехала из Калмыкии, будет учиться на сестру Милосердия. Рассказывает, почему выбрала именно эту профессию. Нам батюшка дал диски. В том числе был диск про деятельность сестер Милосердия. Они были в домах престарелых, в детских домах тоже. Ухаживали за инвалидами, за детьми, отказниками. Лучики света в темном царстве, можно так сказать. Это тоже захотелось. Ариадна вначале хотела поступать в столичное училище, но как только нашла в интернете информацию о Саратовском, передумала. Решила сюда, здесь как-то поближе, общежитие есть. Просто там не было условий. Нужно было снимать квартиру. Это дорого. Калмыкии, откуда приехала девушка, большинство населения исповедует буддизм. Ариадна приняла православное крещение четыре года назад. У меня мама крещеная, и она как-то нас в церковь всех привела. А ее папа крестил. У нас не все крещеные в семье. Бабушка у меня, тетя тоже, дядя. Вот, не крещеные. Пытаемся с мамой рассказывать им что-то о Боге, религии. Но не навязываем, потому что это нельзя так делать. Нужно постепенно, своим примером тоже воспитывать. Крестившись, девушка сменила и имя. По паспорту я Альмана. Калмыцкое имя у нас народное. Вот, при крещении мне нужно было сменить имя. У меня 28 сентября день рождения. Мне дали календарь, сказали выбирать, чтобы ближе к дню рождения были именины. Но я выбрала Ариадну. Мне очень понравилось имя. Переводится как, ну, с греческого, как строго сохраняющая супружескую верность. В этом году в Саратовское женское духовное училище поступили девушки из нескольких регионов России. Елена Невмержинская из ближнего зарубежья, из Узбекистана, будет учиться на регента. Я вот когда вот просто участвую в богослужении, я не знаю, я просто отключаюсь. Для меня богослужение проходит как за одну минуту. Вот именно поэтому я и поступила сюда. Именно вот именно на Регинск. Я очень хочу научиться сама вести службы, сама вот руководить хором. Елена с 10 лет в храме. Девушка уже успела получить бухгалтерское образование, пела в церковном хоре. Так же, как и Ариадна, узнала о Саратовском училище из интернета. Очень много в интернете написано об этом учреждении, очень много хорошего. Что здесь дисциплина, очень хороший батюшка, матушка. Мне это все понравилось. Мои родители вообще в восторге. Духовное училище готовит регентов для православных храмов. Окончившие сестринское отделение смогут работать медсестрами, социальными работниками или продолжить образование в медицинском вузе. В этом году в Саратовское духовное училище поступила 21 девушка. Продолжение следует...